Как много людей думают, что вера приносит в душу покой, приносит умиротворение, успокоение. И в церковь идут люди только ради того, чтобы этот покой обрести какую-то стабильность, какую-то завершенность, цельность. И мы действительно находим в церкви и покой, и завершенность, и цельность, но совершенно особого рода. Если мы внимательно будем читать Писание людей, которые честно говорили о вере своей, увидим, что тревожно это состояние, очень неспокойное. И человек, который веру обрел, он находится как будто бы в постоянном беге, как апостол Павел говорил в послании к Коринфянам, бегите, бегите, как бегущие на реставлище, то есть на стадионе, участвуйте в этом соревновании веры. Здравствуйте, друзья мои. Мне хотелось бы сегодня с вами поговорить именно об этом, о неспокойной, тревожной вере, которая никогда не дает никаких гарантий, успокоения, которое не дает нам опереться ни на чем в нас самих. Это тревожная, красивая, но очень интересная жизнь. Блажен Августин жил в конце 4-го, начале 5-го века. Тревожный мыслитель, очень честный. Некоторые говорят, что с него и началась наша великая западноевропейская литература. Настолько честно, искренне писал этот человек. Иногда даже, казалось, кровью писал. И вот самая главная его книга «Исповедь», она сообщает нам о его внутренней духовной жизни, о его беге в вере. Говорит о том, что человек вовсе не успокоения искал какого-то непокоя, искал он отдохновение в Боге, но оказывается, Бог – это тот, за кем нужно бежать. И вот он пишет, кто даст мне отдохнуть в Тебе, Господи, кто даст, чтобы вошел Ты в сердце мое и опьянил его так, чтобы забыл я все зло свое и обнял единое благо Твое – Тебя. «Что Ты для меня?» «Жалься и дай говорить, что я сам для Тебя, что Ты велишь мне любить Тебя и гневаешься, если я этого не делаю, и грозишь мне великими несчастьями. Разве это не великое несчастье – не любить Тебя? Горе мне, скажи мне, по милосердию Твоему, Господи, Боже мой, что Ты для меня?» «Тесен дом души моей, чтобы Тебе войти туда. Расширь его, он обваливается, он обваливается, обнови его. Есть в нем чем оскорбиться взору Твоему. Сознаю, знаю, но кто приберет его? И кому другому, кроме Тебя, Господи, воскликну я от тайных грехов моих, очисти меня, Господи». Такие слова говорит человек, который является гением богословской мысли, святым угодником Божьим, которым мы молимся, которого почитаем, которого считаем величайшим из отцов в церкви. Это отец церкви говорит о себе. И он не лукавит ни капли. Когда свой дом, дом души своей, души святого человека я это подчеркиваю, называет тесным для Бога, говорит о том, что он весь обвалился, что в нем много страстей и пороков. И он, блаженный Августин, ни капли не лукавит. Именно таким он видел себя. И именно так он призывает Господа. В этом вот напряженном поиске его, казалось бы, это же святой человек, который так чисто молится, который так искренне стремится, устремляется за Господом всю свою жизнь. Всю свою жизнь отдал церкви и пишет такие тяжелые слова. Что же нам о себе говорить? И вот, друзья мои, блаженный Августин, и не только он, но и все наши честные мыслители, святые отцы, они говорили о том, что человек никогда не может остановиться в беге за Богом, никогда не может успокоиться. Подумайте, вот есть простое очень искушение, которое переживает каждый из нас. Нам кажется, что мы можем выполнить какой-то план, какую-то программу, минимум, чтобы быть христианами. А вот апостол Павел, блаженный Августин, другие наши святые отцы и старцы говорили о том, что они находят себя каждый день грешниками. Апостол Павел говорил, что «я не почитаю себя достигшим». Это говорит апостол Павел, который видел Бога, которому открывались тайны этого мира. Он видел финал этого мира. Он обладал даром прозорливости, пророчества. Он говорил, я не почитаю себя ничего достигшим. Это говорит человек, который сделал, наверное, больше, чем все остальные апостолы. Он один проповедовал практически на территории всей Римской империи. От Малой Азии до Испании. Он основал множество церквей в центрах античного мира, эллинского мира. Многих привел к вере. И он себя и почитал, ничего не сделавшим. Почему? Потому что, говорит апостол Павел, забывая заднее, простираюсь вперед. И мы у святых отцов неоднократно находим этот мотив, когда они говорят о себе и учат своих учеников, своих послушников, сатаимников, забывать то, что вы сделали. Каждый день начинать с чистого листа. Как будто ты ничего совершенно не сделал. Что это нам дает? Конечно, это нас смиряет прежде всего. Хотя иногда может, наверное, и раздавить. Сказать, ну, раз святые отцы такие были, люди, если праведник едва спасается, мне, нечестивому и грешному, куда уже стремиться? Буду жить, как все живут. Но нас часто очень расстраивает то, что мы как будто бы каждый раз, приходя к исповеди, каждый раз делая отчет за прожитые периоды жизни, не находим в себе никакого исправления. Не находим в себе никаких ободряющих моментов нашей жизни. А если и находим, то почему-то они становятся причиной тщеславия, гордыни, превозношения по отношению к близким, к нашим. Мы себя не ощущаем ни в коей мере стабильными, верующими, крепко стоящими на ногах людьми. Постоянно нужно устремляться вперед, постоянно бежать вперед. Вот есть такой интересный феномен в нашей жизни, христианской, православной жизни. Когда мы начинаем поститься или готовиться к исповеди причастию, сделаем это хорошо, исповедуемся, причастимся или пропастимся весь пост. Почему-то после этого начинается то, что я называю время живота. Срыв какой-то. Потому что мы подходим к своей вере, к своей духовной жизни как к чему-то статичному. как к чему-то, что может застыть просто на месте, остановиться. Как много я знаю людей, которые после Великого Поста, разговевшись, потом не могут никак остановиться и пускаются во вся тяжкое. Начинают пить или гулять, или уж совсем забрасывают и чтение Священного Писания, и молитву. И мир поглощает их с жадностью. Так вот, друзья мои, подражая Святым Отцам, нужно непременно каждый раз смотреть вперед. Чего бы вы ни достигли, что бы мы хорошо ни сделали. Есть искушение успехом. Понимаете, вот то, о чем Святые Отцы не писали, но то, что мы можем найти в своей жизни. Успехом в религиозной жизни, когда кажется, что все стабильно, все под контролем, и всего ты достиг. Тут же будет обязательно это искушение, когда все сорвется, когда наступит это время живота, когда мы ни на чем в себе опереться не сможем. И вот, друзья мои, подражая Святым Старцам, подражая апостолу Павлу, блаженному Августину, следует каждый день бежать, каждый день понуждать к себя, к сопротивлению, которое внутри нас есть, к сопротивлению этому миру, к сопротивлению греховной инерции, которая в нас есть, тем страстям и навыкам, которые в нас накопились, приросли к нашей природе, к нашей душе. Ежедневное сопротивление. Потому что христианин, на самом деле, это человек сопротивления, человек борьбы, борьбы даже до смерти.